О бездомных животных в последнее время приходится слышать все чаще, причем не только от законотворцев и исполнительной власти, но и от самих граждан региона. Последние в минувшие выходные вышли на улицы сразу двух городов Приморья – Владивостока и Артема – с протестной акцией и пикетами. Цель – привлечь внимание к необоснованным тендерам, в ходе исполнения которых животных просто ловят, сажают на цепь и буквально морят голодом. Основные тезисы – лучше на улице, чем в живодерне. С одной из участниц акции съемочная группа «Восьмого канала» отправилась в ПВС – пункт временного содержания, чтобы самим увидеть, как исполняется госзаказ от Артемовской городской администрации. В этом месте находится питомник собак, который город Артем отловил якобы агрессивных, злобных собак, но по факту, вы можете посмотреть туда, маленькие щенята, без укрытий, без будок, нет даже элементарного вольера, которых мы успели увидеть. Внутрь нас не пустили, от нас, как обычно, закрылись цепями. К слову, недавно «Восьмой канал» уже освещал эту проблему с юридической точки зрения. Напомним, месяц назад вышел федеральный закон, который регулирует подобные ситуации. Согласно новому порядку обращения с отловленными животными, их нужно не просто поймать и отпустить, но и в процессе стерилизовать и привить. Однако, как утверждает зоозащитница, в этом питомнике все по-прежнему. Контракт просто бессмысленный, заключенный на два месяца, отловили собак, теперь их отпустили. Для чего он был нужен? Освоили 460 тысяч. Зачем? Почему такой контракт? Нет ни стерилизации, ни прививок. Вообще, просто бессмысленный. Отдельного сюжета про экстремальные путешествия заслуживает то, как журналисты «Восьмого» вместе с Маргаритой искали дорогу и добирались до ПВС. Сама девушка здесь уже не в первый раз, но дорога оказалась такой тяжелой и извилистой, что она буквально не могла вспомнить нужный поворот. К слову, наша легковая машина, за рулем которой был оператор, тоже очень сильно пострадала. Добраться сюда просто невозможно без знающего человека. То есть мы ехали сюда, моя машина два дня была в ремонте, даже когда я сюда доехала, она просто встала. И ваша машина оператора будет, видимо, также в ремонте. Стоит отметить, что в так называемом «питомнике» работают два мужчины непрезентабельного вида, которые при встрече почему-то спросили, согласованы ли у нас с неким руководством. Само руководство поведало журналистам, что приют для животных был закрыт еще и 18 января 2019 года, а собак раздали. Здравствуйте, да. Места Анастасия, корреспондент Револод Ньюс. Вот звоним по такому вопросу, вот в связи с этими всякими пикетами, я так понимаю, что вы руководитель «питомника». Я уже никакой уже не руководитель «питомника». Нет, у меня с ним почему-то ваш адрес. Нету, я уже все закрыл, уже все. А вы давно закрыли? Давно. 18-го и дворячего. Этого года? Конечно. Так как нас не пустили смотреть ПВС изнутри, интервью пришлось писать в чистом поле при сильном ветре. На территории не обнаружилось ни одной будки, на цепи находились две собаки, еще две свободно передвигались. А по деревянным навесам обитали щенки, которые спали на сене. Остается только догадываться, как животные переносят холод и отсутствие вольеров и будок. Лично я знаю, что некоторые животные, два точно щенка погибли просто с голоду и холода. Вы видите, какой здесь ветер дует, насколько продувает. И, конечно, маленьким созданиям очень тяжело здесь выжить. Такого быть не должно. По данным волонтеров, за несколько месяцев в псевдопитомнике погибли более 10 щенков. Два от голода, шесть в результате пожара, четыре от инфекции. Страсти вокруг питомника в Артемовском городском округе не утихают даже после прошедших пикетов во Владивостоке и Артеме. Зоозащитники требуют ликвидировать живодерню и решить судьбу содержащихся там собак. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на восьмом.